Смартфон вместо паспорта. В США запатентовали технологию, когда документы полностью заменят. Мобильный телефон производители уверяют, так и удобнее и надежнее, поскольку гаджет будет и для связи, и для расчетов, и для подтверждения личности. Дмитрий Анопченко выяснял, как это может работать. В очереди на паспортный контроль в столичном аэропорту имени Рейгана у каждого второго в руках смартфон. В нем и расписание, и электронный билет, и посадочные, но и этого мало. Паспорт, бумажник и телефон. Отправляясь в путешествие, сейчас можно забыть все, что угодно. Но только не эти три вещи, ведь без них и не улетишь, и в поездке не выжить. Но вполне может оказаться, что в самое ближайшее время для путешествий будет достаточно только одного лишь смартфона. Ведь в магазинах уже можно просто им рассчитаться, кредитная карточка не нужна. Ну а сейчас появилась идея и документы сделать электронными, поместив их просто в айфон. Технологию уже запатентовала Apple. Мобильный телефон должен будет генерировать уникальный защищенный сигнал, передающий на телефон или компьютер пограничника все данные о вас. При необходимости считываться эти данные будут дистанционно, и тогда пассажиров на границе можно вообще не останавливать, избежав очередей и отвозя в сторону лишь тех, чей телефон передал информацию, вызвавшую вопросы. Визы также сделают электронными. Посольства пришлют их на смартфон через интернет. Не нужно почты или курьера ждать. Аннулировать украденные или недействительные паспорта госчиновники тоже смогут одним нажатием кнопки. А не включать документы в стоп-листы и базы данных, как сейчас. Идея вроде бы здравая, вот только вызывает сомнения. Ну а как, к примеру, быть, если в айфоне неожиданно батарея села, а такое сплошь и рядом случается? Паспорт ведь уже не предъявить, он в телефоне остался. Или другая ситуация. Если бы, к примеру, свою трубку неожиданно уронили просто в аэропорту. С бумажным документом проблем бы не было. Ну а айфон с разбитым экраном разве предъявишь офицеру? Но есть и самый насущный вопрос. Смартфон вместо паспорта своим гражданам государство выдавать будет? Или покупать придется? И что делать тем, кому ехать надо, а гаджет не по карману? В любом случае, такая паспортная революция пока что не более, чем предложение производителей. Хотя путь от этой идеи до ее реализации в Америке может быть и очень коротким. И в какой-то момент все документы действительно могут стать мобильными. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Индер. Продолжение следует...